Россияне затопили свой же корабль во время учений. Траулер, капитан Лобанов, затонул после того, как в него по ошибке попала, по ошибке, понимаете, ракета в него попала, во время учений Балтийского флота. В результате инцидента погибли три члена экипажа и четверо получили ранения. Если Россия не проиграет в войне в Украине, то она сама себя уничтожит под управлением путинского режима. Заместитель председателя Госдумы Толстой пригрозил Макрону Третьей мировой и пообещал убить французских военнослужащих в Украине. Очевидно, если они реагируют на подобные новости, значит их это крайне сильно волнует. Ведь они прекрасно знают, насколько сильно и серьезно обучены эти бойцы. Военные чиновники в Соединенных Штатах Америки прогнозируют, что Китай нападет на Тайвань в 27-м году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных американских военных. Сейчас КНР активно наращивает военный арсенал. В последние годы китайские военные отрабатывают операции, которые они будут проводить против Тайваня, включая морские и воздушные блокады. Американские чиновники считают, что Китай готовится вторгнуться на Тайвань в 27-м году. Путин заявил, что выборы показали, что Россия сегодня одна большая и дружная семья. Выборы показали, что Россия сегодня одна большая дружная семья. Просто в этой семье очень много голодных детей, при том, что там слишком мало, но очень богатых. Появилась информация о том, что Лукашенко готовится к досрочным президентским выборам. Досрочные президентские выборы позволят режиму обмануть демсилы и застать врасплох общество и с помпой отметить 30-летие у власти. Вполне себе логичный сценарий, но маловероятный. Бургер Кинг внес Калагривого в черный список за то, что тот покусал официантку. Это все в России. Калагривый – это участник сериала «Слово пацана», кто смотрел, тот знает. Сеть ресторанов сообщила в СМИ, что считает поведение актера недостойным. В России запустили массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАП-3000. Об этом Шойгу доложили во время его визита на предприятие ОПК. Как вы понимаете, эти бомбы будут использоваться не просто для танцев с бубнами. Вчера с Байконура должен был стартовать МКС-корабль «Союз МС-25». Пуск отменили в последние минуты. Чтобы вы понимали, в этом самом пуске должны быть и белорусские, и американские, и русские пилоты. Некогда самая мощная космическая держава превратилась в непонятно что. Страну разграбили, а космическую отрасль уничтожили. В лукашенковских средствах массовой информации часто сообщают о том, что не хватает кадров в Беларуси. Вы посмотрите, сколько чиновников. Вы только посмотрите, и это не все. Это малая часть тех прикорытников, которые пытаются управлять нашей страной. Вы представьте, сколько их на самом деле. Естественно, мы будем жить бедно. Ведь один человек кормит двух чиновников, мусора, силовика и военного. Поэтому мы и голодные. Поэтому у нас ничего не движется. Лукашенко заявил, что все народные депутаты на контроле у Лукашенко. То есть не депутаты контролируют работу государственных органов, а государственные органы контролируют, чтобы депутаты не лезли куда не положено. Это просто сюр, как и с профсоюзами в Беларуси. Кто мог представить, что глава профсоюзов будет помогать президенту в выборах победить? Это же сюр. Ведь профсоюзы созданы для того, чтобы защищать интересы рабочих и никак не представлять интересы властимущих. Но у нас все да наоборот. Все. В России решили успокоить военных и придумали банк, чтобы их семя сохранять. Мол, нет детей, отдавайте в банк свое семя, и тогда потомство ваше выживет. Если вы вдруг не выживете, а скорее всего так оно и произойдет. Таким образом они пытаются успокоить тех, кто еще даже детей не сделал и семью не создал, но уже был отправлен на войну. Вот это заботливое государство. Ребенок отходил в сад, отучился в школе, отучился в университете, сходил в армию и пошел на фронт. Просто гениально. Они ему банк предлагают. Комиссия по возвращению рассказала, как рассмотрела три обращения айтишников. По словам шведов, в комиссию обратились три специалиста айти-сферы. Каждый из них получил ответ об отсутствии заведенных против них административных уголовных дел. Если верить данным комиссии, то с начала года они получили всего лишь 15 запросов. При этом посмотрите, сколько человек там работает. Это просто дичь. Умер отец Николая Статкевича. Ему было 97 лет. Чтобы вы понимали, от самого Николая Статкевича мы не слышали ничего 405 дней. Его приговорили к 14 годам заключения. В сети появились кадры гусеничного беспилотника. Проект и разработку системы приписывает себе московская компания, работающая на российскую армию. На самом деле, эта автоматическая турель несколько лет назад была разработана в Минске. За разработку отвечала белорусская компания. Каким образом техническая документация, а также сама установка оказалась в России, понять вообще труда не составляет. На границе Белоруссии и Евросоюза снова огромные пробки. 3000 фур стоят уже неделю. И всем посрать. 3000 фур подразумевают собой 6000 человек, которые не могут двигаться. Которым нужно что-то есть, как-то жить, куда-то ходить в туалет. Да и каждого из них семья ждет дома. Лукашенко создал такую систему, которая не позволяет ни въехать, ни уехать белорусам из страны. И даже мимо проезжающим машинам. Лукашенко то ли реально собирается и планирует, и пытается закрыть границы с Белоруссией. Либо он просто так обосрался, что с ним отношения вести никто не хочет. Отряды Путина перепутали Макрона с Путиным и записали не тому обращение. Смотри, Макрон, боевой ты петух. Собираешься водить войска, но знаешь, что бываешь с петухами, они долго не живут. Смотри, чтоб ты в суп не попал. То есть, чтобы вы понимали, они планировали данное обращение Путину записывать. Но получилось Макрону. Бывший владелец солнечной электростанции подал иск против режима Лукашенко. Гражданин Великобритании подал иск против режима диктатора, утверждая, что государство под управлением Лукашенко экспрооперировало солнечную электростанцию после отмены льгот по возобновляемым источникам энергии. Вы представляете, какой сюр? Человек в Беларуси поставил солнечные электростанции, по сути, сделал добро нашей стране, а Лукашенко просто взял и отобрал. При этом инвестируйте в Беларусь. Да какой здравый человек придет инвестировать в нашу страну, если так или иначе у него один хер отберут? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!